Со связью все хорошо и предлагаю начинать занятия. Сегодня вебинар по географии на тему «Стеросийские проверочные работы по географии в 11 классе. Методика и организация подготовки». Проведет вебинар Эртель Анна Борисовна, доцент кафедры общественных дисциплин Ростовского областного института повышения квалификации работников образования, автор пособий по географии нашего этапа. С графиком проведения дальнейших вебинаров можно ознакомиться на нашем сайте. Там же вам доступен и архив проведенных ранее вебинаров. Все материалы мы размещаем на нашем сайте после 18.00 по московскому времени. Тогда же начинается и рассылка сертификатов на вашу электронную почту. Она может продлиться до одних суток. Если у вас возникают вопросы по ходу вебинара, пожалуйста, задавайте их в час. Вопросы модератору задавайте с помощью кнопки «Задать вопрос» в левой части экрана. Наш вебинар продлится до 11.30 в московскому времени. Я желаю всем благотворной работы и приглашаю к разговору нашего лектора. Доброе утро, уважаемые коллеги. Спасибо, что вы нашли время поговорить о таких актуальных для нас вопросах. Мы снова выходим в Новый год. И Новый год нам предлагает новые сложности, которые мы уверенно с успехом будем преодолевать. Среди новых инструментов, которые с прошлого года проверяют системы образования для школьников на основном звене, это всероссийские проверочные работы. Мы с вами сегодня поговорим о всероссийских проверочных работах. И вот на таких вопросах мы заострим наше внимание. Во-первых, мы немножечко проанализируем то, что произошло в прошлом году. В прошлом году мы писали впервые всероссийские проверочные работы в 11 классе. И некая статистика, наиболее сложные темы, наиболее трудные вопросы. Мы с вами обозначим и попытаемся разобраться, с чем связаны такие затруднения у выпускников. Также мы с вами проанализируем изменения, которые произошли в содержании диагностических материалов по географии в 2018 году. То есть то, что нас ждет 3 апреля уже на диагностической работе для выпускников, которые уже проходят в штатном режиме. И, конечно же, несколько слов. Мы обозначим вопросы подготовки к всероссийской проверочной работе в 11 классе на основе тех пособий, которые были изданы в издательстве «Легион» и существует сегодня помощь вам и вашим ученикам для подготовки к различным мероприятиям итоговой аттестации, ну и в том числе контрольным работам, которые сегодня будут для наших детей нормой, как в 11 классе, так и с этого года в 6 классе. Несколько предваряя наш разговор, хочу отметить, что вот здесь на слайде содержится уже ссылочка на новое пособие, по крайней мере картинка, которая выходит в издательстве в ближайшие дни. Это пособие связано с подготовкой к всероссийской проверочной работе в 11 классе по новой демоверсии. То есть в этом пособии уже 10 тренировочных вариантов. О том, чем отличается пособие прошлого года, которое вы, наверное, уже видели, или оно вот так выглядит, да, от пособия этого года, мы посмотрим, что это происходит в ближайшие дни. Поэтому несколько... Наш разговор по тем пунктам плана, которые обозначены у вас на слайде. Заранее спасибо вам огромное за то, что вы не только приходите на такие важные разговоры, но и задаете вопросы. Это действительно создает и для нас направление развития, для издательства, мы ищем какие-то новые пути. Ну и, конечно же, и для автора, который старается, чтобы те встречи, которые проходят в прямом эфире, были полезны и значимы для вас. Поэтому здесь вот несколько вопросов есть. Основную часть вопросов я буду, постараюсь отразить во время своего выступления. Но вот есть несколько вопросов, на которые заранее захотелось бы ответить. Первый из них, расскажите, пожалуйста, о методике решения географических задач на Олимпиадах. Понятно, что вопрос – это целое направление работы, и сегодня мы не сможем не уделить этому должного внимания, хотя, конечно же, те виды учебных работ с источниками информации, о которых мы будем говорить, они тоже необходимы для детей, участвующих в Олимпиадах и в других состязаниях для детей с профильным уровнем подготовки. Тем не менее, вот это то направление, которое мы обязательно поставим, как восклицательный знак, и будем об этом думать в ближайшее время. Что касается приобретения пособий по шестому классу, ну я сразу проанонсирую, у нас в конце февраля пройдет вебинар по шестому классу, потому что, наверное, наиболее актуальный вопрос для вас, это в первый раз такие инструменты будут апробироваться в шестых классах в качестве диагностических работ единого формата для всей страны. Пособия уже готовятся к изданию, и они будут, наверное, тоже, вот как к концу февраля, когда мы будем с вами встречаться на вебинаре, они тоже выйдут. Они продаются во всех учреждениях, так скажем, где есть продажа учебной литературы, ну и, конечно же, на сайте. Но об этом, наверное, лучше скажет наш модератор. Ну а что касается вопросов непосредственно по ВПР, я тогда к ним вернусь после полного представления своего выступления. Я надеюсь, что на многие из них не удастся ответить в процессе нашей работы. Ну, если таких особых больше вопросов нет, и к повестке дня замечаний нет, мы тогда перейдем к нашему плану. Первое, о чем я хотела бы вам рассказать, и это было заопределено, это результаты всероссийской проверочной работы 2017 года. Зачем мы задаем этот вопрос? Ну, во-первых, мы должны понять, все-таки, насколько инструмент, который был опробирован в прошлом году, относится или соотносится с образовательной программой для школьников в 10-11 классе и вообще соотносится в целом с курсом географии, который изучали школьники с 5 по 11 класс. Если говорить о задаче, которая была поставлена организаторами, Рособорнадзором, это оценка качества подготовки выпускников, которые не планируют задавать ЕГЭ по этой дисциплине. Я думаю, что вы уже не раз слышали выступления министра образования о том, что подготовка выпускников в старшего звена сводится к профильной работе и профильной подготовке по предметам, которые будут выходить на государственную итоговую аттестацию, то есть сдаваться в формате ЕГЭ или ГВЭ в зависимости от состояния здоровья выпускника. Однако все другие предметы остаются за бортом внимания, как учительского корпуса, так и естественного выпускника. Вот для того, чтобы понять, так это или не так, в идее была создана всероссийская проверочная работа. Безусловно, раз она остается, значит, эта задача каким-то образом осталась актуальна для Рособорнадзора и других органов надзора в области образования и для Министерства образования тоже. Сразу хочу ограничить ряд вопросов по поводу необходимости, актуальности и содержательного наполнения всероссийской проверочной работы. К сожалению или к счастью, это абсолютно не моя компетентность, анализировать, нужно, не нужно, как нужно. Наша задача все-таки помочь учителям, и выпускникам, и школьникам справиться с этими важными и нужными, и, так скажем, преодолеть трудности, которые возникают. В данном случае в качестве вот такой сложности мы можем назвать и всероссийскую проверочную работу, которая была полной неожиданностью для многих в прошлом году, ну и сегодня уже стала такой вот ожидаемым испытанием для выпускников этого года. Безусловно, помимо диагностики базовой подготовки для всех выпускников, которые не сдают ЕГЭ, основная задача была еще получить картину географической подготовки в целом по географии, по всей стране, и выявить недостатки, которые могут быть различны в различных регионах. Вот это действительно тоже очень важно, потому что наверняка динамика и качество сдачи, вернее, качество написания этих работ в разных регионах различается. Задания ВПР наносили компетентностный характер и использовались для того, чтобы ребята продемонстрировали применение знаний на практике, в том числе навыки работы с картами, текстами, статистическими материалами. Несколько слов о том, какие условия были созданы для ребят. Ну вы помните, что тогда мы вместе, все вместе, профессиональным сообществом добились того, чтобы сроки ВПР с мая перенесли на апрель, и география была единственным предметом, где всероссийская проверочная работа проходила не в мае, и в этом году мы тоже имеем правильный, на наш взгляд, на взгляд учителей сроки, это 3 апреля, все-таки в мае сдавать, проводить еще контрольные работы в формате ВПР, ну на мой взгляд, не совсем правильно, даже со стороны и диагностического, так скажем, подхода, и со стороны уважения к выпускникам, которые все-таки имеют, некие волнения испытывают перед государственной итоговой аттестацией. За основу для создания всероссийской проверочной работы по географии был взят школьный курс географии, основные разделы его перед вами на экране, и для проведения всероссийской проверочной работы в качестве опорудования использовались атласы 8-11 классов, срок проведения 1 час 30 минут, то есть 2 учебных занятия, такое спаренное занятие. Вот среди ваших вопросов звучали такие, относительно того, можно ли учителю-предметнику результаты ВПР учитывать при аттестации. Ну, что касается вопросов того, как использовать эти результаты, ну я напоминаю вам, в прошлом году у нас даже не было шкалы для выставления оценок, нам было очень сложно, была система апробации, каким-то образом соотносить напрямую эти результаты с итоговой аттестацией по предмету выпускников. Но я, как практикующий учитель, работающий в 10-м классе, вместе с вами в прошлом году проходила это испытание и со своими выпускниками, но еще раз повторяю, у нас принципиальная позиция в образовательных организациях, в нашей образовательной организации, заканчивать курс географии в 10-м классе, и у меня на АВП вышли 10-ти классники. Впрочем, как и в этом году, благодаря нормативным документам Министерства образования Ростовской области, такая возможность у 10-ти классников есть, то есть окончание курса географии в 10-м классе позволительно, и это в компетенции образовательной организации. Так вот, если говорить об этом, о механизме, так скажем, учета этих оценок, по крайней мере в моей практике, я для себя, для ребят определяю, что это контрольная работа, все-таки что такое ВПР, это контрольная работа, вы можете ее проводить по своим диагностическим инструментам, ну а вот нам предлагают использовать единые для всех инструменты, разработанные Федеральным институтом педизмерений. Я для себя, например, определяю влияние, по крайней мере своим выпускникам, говорю о том, что мы будем учитывать эти результаты при выставлении итоговых оценок. Но вообще на самом деле все это компетенция образовательной организации в части планирования, мониторинга образовательных достижений, и вы это можете или прописать в образовательной программе школы, в программе школы, или не прописывать. Это ваше усмотрение, ваше мнение, ваше отношение, в том числе и к диагностическому инструменту, который предлагает Федеральный институт педизмерений и Рособорнадзор. То есть в данном случае насчет влияния результата ВПР на итоговую оценку, я думаю, что можно его учитывать, но степень влияния, что, так скажем, будет важнее, образовательные достижения в течение всех лет освоения предмета географии, или вот эта оценка, которая получена на экзамене, все-таки, я думаю, вот эти веса необходимо расставлять вам на специальном методсовете образовательной организации и обсуждать нормативные документы, которые приняты в школе, связанные с учетом различных мониторинговых исследований, которые предлагает система образования, как национальное, так и международное исследование, которое тоже проводится, я уверена, в ваших образовательных организациях в довольно другом формате. Поэтому в этом отношении, на мой взгляд, ну вот я говорю о себе, мне сложно сейчас уже делать какое-то, просто это мое осуждение, его можно спорить. На мой взгляд, когда мы ребятам, тем более мы заканчиваем курс географии в 10 классе, у них других опытов проведения и участия в таких мероприятиях масштабных нет, и мы готовимся, мы настраиваемся серьезно, я их настраиваю серьезно, то, что это важный этап, это такая хорошая тренировка перед 11 классом, где им придется сдавать экзамены и в формате ЕГЭ, то есть государственную итоговую аттестацию, и также писать проверочные работы по другим предметам, и мы, например, придаем большое значение этим результатам. Но это личная позиция меня как учителя и образовательная организация, которую я представляю, с которой я работаю. Это ни в коем случае не универсальный метод, который можно использовать. Вы можете по-другому относиться, тем более, что если вы заканчиваете в 11 классе и ваши выпускники в 11 классе приходят, это, ну как бы, вы можете иметь другие аргументы для определения собственной позиции и позиции образовательной организации. Ну я вот так сформулирую. Если у вас будут суждения на этот счет, я как бы еще раз повторяю, давайте даже не будем это, так скажем, дебатировать, потому что это уже частная позиция конкретного учителя. Ну а я говорю о себе. А если мы проговорим о том, чем же отличается всероссийская проверочная работа, или какие аргументы и основания мы можем выдвинуть для того, чтобы или рассмотреть для того, чтобы включить эти результаты в поле своего внимания при подведении итогов по освоению курса географии, или наоборот не использовать этот инструмент, мы посмотрим с точки зрения того, как она была создана. Всероссийская проверочная работа в 2017 году использовала вот эти основные содержательные разделы, причем вес каждого раздела можно определить по количеству заданий, и вы видите, что, так скажем, половина заданий, даже большая часть это курс географии России и мировой хозяйства, то есть те курсы, которые ребята осваивали в 8-9 классе. Общее умение, которое проверяется в разделе источники географической информации и разделы населения мира и регионы и страны мира, они тоже являются основной частью курсов географии России и социально-экономической географии мирового мира 10-го класса, поэтому, в принципе, по весу и по структуре работы, на мой взгляд, она достаточно сбалансирована и в этом году не претерпела больших изменений, но об этом мы попозже скажем. Что касается распределения заданий по уровню сложности, то из 17 заданий всероссийской проверочной работы 12 относились к базовому уровню сложности и 5 повышенный уровень сложности, причем 2 задания, 3 задания базового уровня сложности оценивалось больше, чем 1 балл, что мы видим достаточно рациональное распределение процента максимального балла за задание, 68%, то есть это задания базового уровня сложности и 32% это вес заданий повышенного уровня сложности на 100-бальной шкале, исходя из того, что первичный балл за работу составлял 22 балла. Следующие это типология заданий, которые были представлены, вообще всего 7 заданий предполагались с развернутыми ответами и предполагались разные типы, которые в том числе используются и в государственной итоговой аттестации и в достаточно широком спектре учебных комплектов, которые сегодня сопровождают основные учебники по географии, входящие в перечень рекомендованных и допущенных ОМК. Это задания, требующие выписать ответ в виде слова, характеристики географических объектов, задания, требующие писать текст на месте пропусков, ну и так дальше. Перед вами на слайде они есть, я думаю, что всероссийскую проверочную работу и ее описание вы с ней знакомились. Я бы хотела ваше внимание определить, сконцентрировать вот на этом слайде. В этом году в Ростовской области мы серьезно анализировали результаты и просто несколько таких сюжетов хотелось бы воспроизвести и проговорить. У нас достаточно много сдавало ребят в этом году, выпускников, это 3227 человек из 165 образовательных организаций, но если посмотрите распределение результата, оно достаточно, на мой взгляд, интересное, но с одной точки зрения всех учителей, которые здесь с нами из Ростовской области, я хочу порадовать, средний балл по региону по Ростовской области оказался выше, чем средний балл по стране, вот голубые такие, да, вот голубые столбики это Ростовская область и значения, которые обозначены таком клеточкой, да, это среднестатистические показатели по России. Хочется отметить, что средние, так скажем, у нас больше ребят, которые получили хорошие высокие оценки или находятся на проценте выполнения более 50-60% работы. То есть основное количество ребят выполнило работу на 14-15 первичных баллов, ну и высокобальных работ, то есть максимальный балл получил 1%, 21 балл, то есть 1 не добрали 3%, то есть достаточно хорошие результаты. Вот, наверное, вот это распределение позволило мне как учителю более-менее доверительно отнестись к этой работе для себя, потому что мы видим и правильный график, правильное распределение и видим, ну, что нас отрадно радует все-таки на начальной шкале, то есть от 1 до 6 баллов ребят практически нет, что говорит о том, что все-таки базовая подготовка по географии ведется, ну, все-таки министерство задавалось вопросом, есть ли география в старшей школе, ну, вот, глядя на эти распределения, можно ответить смело, что география ведется, ведется не на самом расстройстве, а расстройство области, она имеет даже более высокие показатели, чем в целом обслуживании, и это, конечно, спасибо нам, вами, вам, учителям расстройства, в первую очередь, слава богу, вот эти первые испытания вы сказали застройства. Анна Борисовна, тут в комментариях в чате мне сказали, что подозрительно, что вас хорошо написали, я и весь расстрой. Ну, коллеги, у нас же такая система, ну, мы не будем комментировать, да, и находить прилагательное относительно этого, нам все плохо, и хорошо плохо, и плохо, плохо, но я уверена, что все-таки основным базовым умением работать с картой, работать со статистикой, работать с текстом, мы, училия географию, учим не с того времени, когда об этом нам рассказал федеральный государственный стандарт, а в силу того, что методика географии и классическая методика, и методика, которая разрабатывалась в 60-х годах, например, социально-экономическая география Николая Николаевича Баранским, она формирована уже на формирование универсальных умений работать с источниками информации, и, наверное, для нас, для географов, такой формат работы не был таким, что неожиданным, я не думаю, что нужно стесняться хороших результатов, хотя все прекрасно понимают вторую сторону медали и природу этих комментариев. Все-таки мы настолько уже сегодня государственной токовой экистации в формате ЕГЭ, ну, так скажем, заведены в определенные рамки и видео, так скажем, трансляциями, и всевозможными там ограничениями, связанными с металлодетекторами на входах, ну, и так дальше, что проведение нормальной проверочной работы, нормальных условий, как традиционной классической работы, которая должна быть и проводится во всех классах, на всех предметах, в зависимости от логики освоения образовательной программы, вдруг оказывается каким-то таким, я не знаю, видом работы, которая требует какой-то коррупции или какого-то там специального там работы учителя. Я думаю, основная масса педагогов и географии, ну, вот я говорю от своего имени, от своих коллег, с которыми мы общаемся, не заинтересованы в том, чтобы нашим детям помогали писать работы, потому что нам все-таки хочется посмотреть на результаты собственного труда и результаты труда выпускников, которые были все-таки много сил потрачены школьниками в освоении школьного курса. Нужно показать эти результаты объективно и смысла в каких-то манипуляциях, на мой взгляд, нет. Хотя, ну, к сожалению, у нас вот есть такие вещи, я думаю, что мы должны это слушать, но все-таки оставаться на своей позиции объективности и независимости в проверке. Ну, вот в моей школе даже я попросила своих коллег-общественников проверить, что-то даже, можно сказать, пожестче проверили, чтобы было понятно, как же все-таки мы знаем географию, которая, я уверена, всем выпускникам основного общего образования наших школ понадобится. Да, и чтобы никому, никаких, вот у меня был такой в прошлом году опыт, ну, тем более, что я была в командировке и не могла ее проверить по определению задачи на тот момент, меня проверяли коллеги, представляющие другую вообще предметную область, и в принципе было даже интересно, и мне было интересно, и им. Они проводили эту работу без меня, и проверяли без меня, поэтому, как бы, какое-то вот такое участие внешнее, мое или какое-то влияние, например, было нивелировано. Ну, вот, кстати, в качестве примера можно такой опыт посоветовать. Ну, конечно, шучу, это в рамках такого веселого комментария. Ну, что касается трудных заданий, коллеги, обратите внимание, если мы посмотрим на шкалу распределения, то самые трудные задания для наших выпускников оказались следующие, это девятое задание, где надо было определить правильность суждений ученика относительно динамики роста производительности труда в сельском хозяйстве, промышленности или, так скажем, динамики роста экономики. Это те самые проценты к предыдущему году, эти задания есть в едино-государственном экзамене, и они также есть в чуть-чуть другой формулировке во всероссийской проверочной работе. Обратите внимание, у вас есть средний балл по России, средний балл по Ростовской области, это задание, несмотря на то, что задание было базового уровня сложности, с ним справилось только 40% выпускников во всей стране и 43% выпускников в Ростовской области, что, конечно же, говорит о том, что все-таки работа со статистическими материалами, об этом мы скажем ниже, со статистическими источниками, с относительными абсолютными величинами, ну, это тот предмет, или умений, или те умения, на которые нужно сосредоточить свое внимание. Действительно, раньше мы всегда говорили об абсолютных величинах и относительных в одном предложении, говорят, численности населения, там, условно, в Российской Федерации 145 миллионов, при этом называли спокойно 12 промилле в качестве, там, рождаемости показателей и так дальше, и не акцентировали внимание, что первая цифра это абсолютная величина, а вторая цифра это относительная величина. Ну, на сегодня в рамках федерального стандарта на это внимание большое, умение различать статистические источники, их формат, и, к сожалению, вот такой результат у нас, ну, это весьма очевидный результат, это сложно для ребят. 13 задание это природные ресурсы, там, где нужно было сравнить динамику за 11 лет, и 17 задание это рассуждение на проблему экологических или производственных оснований развития или того или другого отрасли хозяйства, либо того или той или другой экологической проблемы, которая вызвана как природными экологическими, так и производственными факторами. Ну, несколько примеров я приведу, чтобы вы вспомнили, как они выглядели. Вот оно, задание 9, когда нужно было согласиться или опровергнуть утверждение выпускника относительно увеличения объемов промышленного производства в Великобритании относительно России за базовый период. Второе задание, которое вызвало затруднение тоже перед вами, это ресурсообеспеченность, где уже дается характеристика изменений ресурсообеспеченности относительно 2005 и 2015 года в США и нужно объяснить, с чем это связано. Ну и 17-е задание, которое стоило 4 балла, за которое можно было получить 4 балла, это рассуждение, где тоже ребята не самым лучшим образом справились. Хотя вот если мы вернемся, я не успела прокомментировать, обратите внимание, здесь было 3 критерия, первый критерий это определение точной проблематики или точки зрения, и здесь было все хорошо, да, 50% по России 49, а вот там, где нужно было привести 2 аргумента в защиту своей точки зрения, там уже результаты у ребят были похуже. Хотя в целом, обратите внимание, если сравнивать, в Ростовской области за сочинение рассуждения ребята получили в среднем больше балл, чем за задание по ресурсообеспеченности. Поэтому в данном случае мы тоже говорим о том, что для нас, конечно, это задание свободный ответ, может быть, не часто встречается в диагностических инструментах, но для учтения географии он понятен, знаком, тем более достаточно много пособий в различных издательствах выходит посвященный именно этой тематике создание рассуждения, эссе по предмету географии. Я, конечно, думаю, что вы с ними знакомились и по ним работаете. Что касается изменений всероссийской проверочной работы в этом году. Ну, первое, что хочется сказать, что, наконец-таки, о счастье, мы получили шкалу, по которой мы будем выставлять оценки. Если вы помните, в прошлом году, кто был с нами на вебинаре, мы долго обсуждали, должна быть шкала или нет, и мы высказали такое совокупное мнение всех участников, что, конечно же, без понимания того, какой результат может получить ребенок при выполнении той или другой степени успешности работы, этот результат должен быть известен ребятам заранее. Они должны знать, сколько баллов нужно получить, ну, набрать, чтобы получить там условную четверку, пятерку, и вы видите перед вами распределение на шкале, оно характеризует работу достаточно широким, достаточно равномерной, широкую такую шкалу, где можно получить пятерку уже от 18 баллов, четверку от 13 баллов, и тройку от 7 баллов. И если мы так скажем, спроецируем эту шкалу на прошлогодний график, я вам его показывала на предыдущих слайдах, то вы увидите, что в основной часть выпускников выполнили работу успешно, или, как мы говорим, на зачет, да, то есть на 3 балла, потому что ниже 6 баллов Ростовской области, или 6 баллов Ростовской области получил только 1%, а ниже просто даже у ребят не было таких, так скажем, работ, которые получили меньше, чем 6 баллов, поэтому первичных. Поэтому мы говорим о том, что в принципе, инструмент может быть использован для проведения контрольной работы и диагностики образовательных достижений в формате контрольной работы по курсу география в старшей школе. Безусловно, когда мы видим это достаточно широкие пороговые значения, мы, и вы, и ребята могут уже сориентироваться относительно того, что нужно выполнить, какие задания, но хочется отметить, что в этом году еще сдвинут срок проведения проверочной работы 3 апреля, и вот тут, конечно, тоже есть суждение многих педагогов, как же так, курс еще не окончен, и контрольную работу проводят. Но здесь вот у меня, например, как у учителя, глядя на тот инструмент, которым используется для диагностики образовательных достижений, не вызываю, нет такого напряжения в этом отношении, только потому, что я понимаю, что по курсу социально-экономической географии мира, задания, которые здесь представлены, в принципе, базовые знания на этот период времени у моих выпускников, у моих школьников есть. Что касается все-таки основного звена, основного блока, это курс географии России, он изучался ранее, и вот вопрос о том, насколько к 10 классу нам нужно актуализировать эти знания, и какими инструментами можно использовать, какие методические приемы нужно использовать для того, чтобы актуализировать эти знания. Мне кажется, этот вопрос гораздо более существенный, чем вопрос о сроке 3 апреля или 3 мая, ну, условно, так скажем, в мае или в апреле. Вот это вопрос, конечно, уже совсем другого порядка, я постараюсь сегодня несколько вопросов, ну, как бы, несколько акцентов в этом отношении сделать, но вот то, что мы имеем на сегодняшний день в демоверсии всероссийской правительственной работы, это вот эти баллы и вот эти сроки проведения, которые опубликованы на сайте Росубарнадзора. Что касается структуры распределения заданий, в отличие от прошлого года, описание работы содержит такую вилку, да, относительно числа заданий по той или другой теме. Увеличилось число заданий по теме источники географической информации, а вот количество заданий по тому и другому разделу теперь может быть разное в разном варианте работы. Что, конечно же, ну, нужно посмотреть, как мы, как бы, какова будет реальная картина. Все-таки та система, которая была в прошлом году, она остается, но если в прошлом году было три задания, то теперь от двух до четырех, да, если было четыре, теперь от трех до пяти. Ну, то есть мы понимаем, что на некоторые типы заданий могут быть, на некоторые типы заданий может быть в разных содержательных глобах. Да, да, насчет Атласа и карты, но у меня там был слайд, я просто не обратила ваше внимание, давайте мы к нему вернемся. Действительно, на всероссийской проверочной работе по географии можно использовать Атласы восьмых, девятых классов, сейчас я тогда вернусь, чтобы показать вам этот слайд, вот, да, наверное, вот, да, обратите внимание, возможно использование географических карт Атласа восьмого, десятого класса при выполнении проверочной работы любого издательства, чего нельзя сказать о демоверсии шестого класса, там такого указания нет, но о шестом классе мы поговорим в конце февраля, сегодня мы не будем забегать вперед, потому что там инструмент совершенно новый, незнакомый, и мы тоже к нему будем привыкать и опробировать в этом году, поэтому, что касается шестого класса, вот, разговора о том, нужно ли использовать эти результаты, конечно, ни в коем случае, давайте мы посмотрим, как работает инструмент, насколько он адекватен, и только потом мы будем говорить о том, как включать этот инструмент федеральный в программу мониторинга образовательных достижений, которые принимаются на базе образовательного учреждения. Ну, если я ответила на вопросы, да, тогда мы пойдем дальше, давайте очень коротко сейчас прокомментирую задание, которое есть во всероссийской проверочной работе, вот здесь сверху, в верхнем, для вас, да, левом уголочке будет такая плашечка, на которой будет написано, были изменения внесены относительно прошлого года или не было. Что касается первого задания, которое проверяет раздел природы России, оно осталось без изменений, суть этого задания будет вот в чем, главное показать знание о широтной зональности или распределение тех или других географических показателей относительно географической широты. Ну, перед вами задание связанное с продолжительностью дня, да, то есть это темопланетарная особенность Земли, хотя помимо этого широтная зональность может распределяться и увеличение или уменьшение влажности, да, увеличение, уменьшение солнечной радиации, как таковой, и изменению например, там, сроков тех или других процессов, вскрытия рек или, может быть, распространение вечной мерзлоты и так дальше. То есть, в данном случае представлено задание, которое отражает зимоверсию, то есть, из раздела природы России планетарной особенности в Земле, а конкретно продолжительность светового дня, которая зависит от близости к полярному кругу и изменяется в зависимости от даты, если это день равноденствия, если это день летнего солнцестояния, то за полярным кругом полярный день, поэтому продолжительность дня увеличивается при движении к полярному кругу. Это как раз-таки наш случай, 1 мая близко к июню, значит, продолжительность дня за полярным кругом уже мы наблюдаем явление полярного дня, да, и продолжительность дня увеличивается, при движении на север. Ну, не все ребята с этим заданием справляются, особенно те, которые подзабыли курсы все-таки 6, 7, 8 класса. И, конечно же, вот эти задания, они больше направлены на умение работать с картой. Здесь нужно понять, какую тематическую карту открыть для того, чтобы выполнить это задание правильно. И с точки зрения амбитуции, конечно, нужно актуализировать эти проблемы в процессе подготовки по географии, особенно для тех ребят, которые будут писать российскую проверочную работу. Следующее задание тоже предполагает, не изменилось по сравнению с прошлым годом. Оно предполагает на основе описания определить географический район. В данном случае в этом задании всегда будет указание на субъект Российской Федерации, а нужно его отнести с карты географических районов. В данном случае, возможно, дело в том, что у нас достаточно разные трактовки географических районов. Есть социально-экономическое районирование, есть природное районирование. И поэтому нужно определить и показать ребятам карту в Атласе, где эти географические районы представлены, в том числе субъектами Российской Федерации. И, может быть, обратить внимание на то, что есть разные варианты, разная типология, и принимать, по крайней мере, в прошлом году и сейчас мы видим в демоверсии два формата, как северный район, так и европейский север, говоря, например, о Архангельской области, которая представлена здесь. Следующее задание, задание номер три, было изменено относительно того, что было в прошлом году, но не в формате содержания, а в формате оценивания. В прошлом году за это задание наши выпускники получали один балл. С этого года они будут получать два первичных балла. Если три правильных ответа, значит, это два балла. Если два правильных ответа, это один балл. Такая технология была апробирована в Едином государственном экзамене несколько лет назад. К сожалению, в ЕГЭ за такое задание, за такой тип заданий, ребята получают один балл, а вот во время написания Всероссийской проверочной работы два балла. Ответить почему я не могу, это, к сожалению, не в моей компетенции. Мне тоже кажется, что это задание должно быть оценено два балла и в ЕГЭ. Ну вот демоверсия этого года говорит о том, что все задания такого формата, где определено количество правильных ответов, а здесь четко определено количество правильных ответов, три. За это задание в ЭПР теперь можно получить два балла. Условно, это задание, которое проверяет раздел хозяйства России, основные отрасли промышленности и сельского хозяйства, которые представлены в различных субъектах Российской Федерации. Поэтому обратите внимание, здесь, конечно, условием успешности выполнения этого задания является умение использовать атласы по географии для девятого класса и качество атласов с четко представленными тематическими картами. Но об этом мы тоже поговорим чуть позже, потому что это, к сожалению, сегодня является важным вопросом именно качества атласов и несоотносимость информации в атласах различных издательств. Следующие элементы, которые представлены в Всероссийской проверочной работе, это задание 4 и 5. Оно тоже изменилось относительно прошлого года. Изменения несущественные выйдет или в оценивании, или в формате задачной формулировки. Поэтому в целом нельзя говорить о том, что работа прямо, ну, как кардинально изменилась. Но изменения такие несущественные очень часто встречаются. Обратите внимание, задания 4 и 5, теперь оба задания выполняются с синаптической картой. В задании 4 необходимо определить, над какими городами действует антициклон в данном случае, да. И здесь, может быть, разные варианты ответа. Антициклон можно увидеть, ну, в данной карте это Салехард, да. Ну, и город Семень тоже может быть правильным ответом, потому что варианты... И карты могут быть разные, там могут быть несколько... Несколько антициклонов или циклонов, вот как на этой карте. Поэтому здесь достаточно широкий спектр. Любой из городов, который напишет выпускник, будет верным ответом. Это базовый уровень и 1 балл. Ну, а второе задание с этой же картой, но только связанное с прогнозированием погоды на ближайшие сутки. Ну, в данном случае, если карта на 13 апреля, то прогноз погоды будет звучать на 14 апреля. Задания схожи с заданиями основного государственного экзамена в 9 классе, там практически, ну, то есть в другом формате, там, ну, там уже заявлены города и нужно выбрать, а здесь писать. То есть, ну, по логике решение мало чем отличается. Здесь нужно прочитать условные знаки, конкретно холодный фронт и снегопад, да, в прогнозе погоды есть похолодание и снегопад. Похолодание и холодный фронт есть не только в городе Омск, да, но и в Москве, но снегопады здесь не обозначены, а снегопад обозначен около города Омск, поэтому здесь ответ очевиден. Хотя, я думаю, что могут быть встречаться задания, где может быть так же, как и в предыдущем задании, два верных ответа, но все-таки желательно, чтобы ребята ориентировались как минимум на два, на две характеристики прогноза погоды, которые указаны в задачной формулировке для надежности. Следующее задание, задание шестое, оно осталось без изменений относительно всероссийской проверочной работы, работы, которая была проведена в 2017 году. Здесь нужно определить субъекты по, субъект Российской Федерации по описанию рекреационного потенциала. Безусловно, здесь нужно искать ключи, задачные ключи, какие-то географические объекты, объекты номенклатуры, которые представлены в описании, да. Ну, как минимум, здесь есть широта города Сочи, да, в описании географического положения субъекта, да, и мы говорим о том, что здесь и заповедники, и амурские тигры, но это мы уже понимаем, что амурские тигры, да, национальный парк, где живут уникальные тигры, и понятно, что по достаточно большому широкому спектру описаний мы можем здесь определить субъект Российской Федерации. Значит, следующее задание тоже осталось без изменений, оно осталось также за 1 балл, это задание 7, которое предполагает воспользоваться картой часовых поясов. Задачная формулировка может быть разной, здесь у меня на слайде осталась прошлого года задачная формулировка, хотя мы можем увидеть и другие форматы, например, начало парада в Москве 9 мая начинается в 10 утра, во сколько нужно включить телевизор в том или другом часовом поясе, или там военный парад морских судов в Санкт-Петербурге на день военно-морского флота, да, или там начало Олимпиады, то есть разные могут быть задания, но суть одна, здесь необходимо показать умения в определении различий во времени, чтение карт, соответственно, часовых зон, и в основном ребята в прошлом году хорошо справляются с этими заданиями, тем более, на мой взгляд, такое задание нужно в проверочной работе по географии, потому что это, да, те жизненные ситуации, в которых будут жить выпускники наших школ и будут попадать, они, мы будем, надеемся на то, что они будут ездить по нашей стране, изучать ее и знать о том, что есть разница и как ей пользоваться, мне кажется, это вопрос в том числе и патриотического воспитания гражданина нашей страны, извините за такой пафосный слов. Следующий вариант, следующее задание, это задание 8, оно тоже осталось без изменений, задание, предполагающее вставить слова или словосочетания из списка, пример задания перед вами, да, когда нужно на основе контекстного анализа использовать или вставить те или другие географические понятия, термины или географические объекты. Задание сегодня имеет большое значение, особенно в контексте диагностики федеральных государственных образовательных стандартов, потому что показывает там, так скажем, навыки работы с текстами, использование, контекстное использование географических терминов и понятий, выявляет, так скажем, навыки смыслового чтения, поэтому эти задания сегодня увеличиваются как в основном, в едином государственном экзамене, сегодня таких заданий 3 в ЕГЭ, ну и вот одно ВПР и такое же задание будет и в 6 классе, то есть эти задания достаточно востребованы сегодня в диагностическом, так скажем, котле по географии. Следующее задание, задание 9, мы о нем говорили, это задание, которое вызвало наибольшее затруднение, оно осталось без изменений, оно осталось однобальное, обратите внимание на критерии ответа к этому заданию, здесь действительно нужно и сформулировать свое отношение относительно вывода и дать аргументы, и если есть отношение, но нет аргументации, это 0 баллов, или есть аргументация, да, или, ну так скажем, если нет аргументации, лишь звучит о том, что вывод мальчика или девочки неверный, к сожалению, это задание оценивается в 0 баллов. Следующее задание, 10, оно тоже осталось без изменений, это тоже задание на определение по описанию уже страны, описание природного явления, либо какой-то ситуации, но здесь, конечно же, тоже контекстный анализ, как географических районов, таких как, ну, по Декале и других, так и ситуации, если это землетрясение, вулканизм и другие, так скажем, природные явления, то это тоже определенный тип страны, но это не то, что здесь представлено в примере, но это те задания, которые вы увидите в новой книге «Теросийские проверочные работы» 11 класса «Создательство «Легион», который выходит на следующей неделе, я думаю, уже в продажу». Следующее задание, это задание 11, оно получило изменения в каком контексте, если раньше это задание было только о динамике населения мира, сегодня это еще динамика отдельных регионов и стран, то есть в данном случае это доля занятых в сельском хозяйстве, доля занятых в сфере услуг, то есть мы говорим уже об уровне развития экономики в данной страны по различным характеристикам населения, то есть по формату оно не изменилось, но характеристики особенностей теперь могут быть разные, не только демографические, но и социально-экономические характеристики развития страны. Следующее задание 12, оно тоже изменилось, если вы помните, раньше это задание было со свободным ответом, здесь необходимо было написать те страны, которые лидируют в том или другом производстве, промышленном либо сельскохозяйственном или отрасли сельского хозяйства, в этом году его перевели в формат нам более понятный и детям, конечно, более знакомый, когда уже нужно выбрать из предложенного списка те страны, которые будут характеризоваться лидерскими позициями в той или другой отрасли хозяйства, производства или непроизводственной сферы, либо в транспортной инфраструктуре. Это задание, как и было, так и осталось за 2 балла, но теперь оно стало более понятным, на мой взгляд, когда нужно было написать из головы страны, то есть вспомнить о том, что, ну там, условно, в Венесуэле добывается нефть или газ в Алжире, это было достаточно сложно, чем выбрать страны по какому-то критерию из списка, потому что здесь можно воспользоваться логикой, которую мы формируем на уроках очень активно, в том числе использовать метод изучения для поиска правильного ответа, что, конечно, облегчает путь к успешному выполнению этого задания наших выпускников. Следующее задание, задание 13. Оно осталось за 2 балла, изменения произошли несущественные. Здесь изменилась ли форма таблицы. Если в прошлом году мы видели статистические показатели с 2005 по 2015 год, то в этом году мы видим лишь 2 крайних, так скажем, столбца, 5 и 15 год, и формулировка о том, что ресурсообеспеченность газа выросла с 30 до 37 лет. То есть в данном случае формат оценивания и критерии оценки, как вы видите, к этому заданию практически не изменились. Здесь нужно в качестве аргументов привести значение о том, что запасы газа выросли, а добыча не изменилась. С этим связано увеличение времени, продолжительности использования этого ресурса в стране. Или говорит, если ребенок не говорит о отношении запасов к добыче, а говорит лишь о том, что выросли запасы, да, или то это без отношения к добыче, то это 1 балл. 0 баллов выставляется, когда нет отношения к данным. Таблица есть рассуждения относительно необходимости там были добычи природного газа или актуальности его в хозяйстве. Значит, 14, 15, 16 задания, работа с текстом, они остались без изменений. Для ответа на задание 14 нужно было, нужно найти описанный в тексте объект на карте, то есть соотнести его с географической картой. В 15 задании нужно сформулировать ответ на основе, ну, в основном, используя содержание текста, они впрямую, но как минимум контекстно. Ну, а в 16 задании это уже анализ и оценка указанных в тексте территорий с точки зрения взаимосвязи природно-социально-экономических и техногенных объектов и процессов. В качестве примера у вас задание, например, из книги, которая была опубликована в 2017 году, оно не потеряло свою актуальность. Перед вами текст, который рассказывает о проекте строительства глубоководного порта в Архангельске. И есть некая информация о том, что этот порт позволит снизить дефициты существующих мощностей инфраструктуры такой транспортного, водного транспорта на северо-западе Российской Федерации и позволит решить задачи освоения арктического шельфа и развития морского пути. Есть заметка о том, что этот порт будет связываться с железнодорожным сообщением с магистрали, благодаря магистрали Белтамур, Белое море, Коми-Урал, сообщением Архангельск, Токсовкар, Пермь, Саликамс. И вопросы к этому тексту имеют разные виды деятельности. Первое задание нужно отметить. Найти субъект на карте и посмотреть, с какими субъектами граничат Архангельская область в данном случае. Во втором, второе задание предполагает выявить экономические предпосылки строительства нового порта в Архангельске. Ну, они уже есть в тексте. Да, это снижение дефицита транспортной инфраструктуры или активное развитие освоения арктического шельфа и морского развития транспортного сообщения в пределах северного морского пути. Об этом можно сказать на основе анализа этого текста. Ну, а вот насчет того, какие грузы могут быть доставлены в новый порт после завершения строительства. Нужно анализировать города, которые связывают железнодорожную магистраль Белкомуры. В части того, что Соктовкар – это крупный центр лесной промышленности. Здесь можно говорить о древесине, продуктах деревообработки. Ну, а Пермь – это важнейший центр в России по производству калийных удобрений. Поэтому, безусловно, говорить о химической по отрасли здесь станет весьма очевидным. Что хочется сказать относительно 17-го задания? Оно претерпело изменения. Но не с точки зрения формата, а с точки зрения критериев оценивания. Обратите внимание, если раньше нужно было формулировать проблему, то есть свою точку зрения, и за это получали ребята 1 балл. И если вы помните, я уже на это обращала ваше внимание. В целом, ребята это делали успешно. 50% ребят выполняли это хорошо, говоря о том, что с моей точки зрения, ну, например, если анализировать текст, который в этом задании на примере, что хозяйственная деятельность людей приводит к изменению климатических характеристик, в данном случае общепланетарной температуры и состава атмосферы в приземном слое воздуха. Другой ребенок может сказать, что нет, мое мнение связано с тем, что основная причина глобального потепления изменения температуры это естественно природные факторы, это ритмичность, и привести свою аргументацию относительно этой точки зрения. То теперь за то, что он выбирает упомянутую точку зрения, балл не ставится. Критерии изменились, поэтому и 3 балла. Обратите внимание на критерии. Вот, вернее, еще несколько слов. В одном из вопросов, которые были заявлены до начала нашего вебинара, звучало следующий вопрос, ну, следующее, так скажем, затруднение. Сколько аргументов нужно приводить, да, чтобы получить, сколько аргументов приводить при ответе на вопрос номер 17. Ну вот, в критериях оценки очень четко определено, что там два аргумента в пользу каждого тезиса. Итак, для условно конструкции ответа на задание номер 17 перед вами на слайде. Итак, необходимо определить личную позицию, то есть точку зрения из тех, которые уже представлены в задачной формулировке. Они есть, там позиция экологов, позиция, например, производственников или позиция, ну, как бы, позиция экологическая и позиция, например, добычи того или другого вида полезных ископаемых. То есть нужно встать на какую-то из позиций. А вот со стороны этого, этой позиции уже представлять аргументы. Аргументы желательно выстраивать через причинно-следственные связи, потому что в критериях так и написано раскрытие причинно-следственных связей. То есть показать в пользу каждого тезиса тот или другой, так скажем, сюжет развития событий. Очень важно использовать географические термины и понятия, названия географических объектов, потому что это тоже отдельный балл. Ну вот если мы посмотрим критерии этого года, обратите внимание, два балла ребята получают за раскрытие причинно-следственных связей, а именно аргументацию той или другой точки зрения. Ну в данном случае здесь аргументы к предыдущему заданию, но хочется сказать, что два балла за два аргумента, но нет балла за то, что он сформулировал свою позицию. И один балл, если только один аргумент представлен в тексте. Если нет причинно-следственных связей, да, но есть, например, позиция, я считаю, что проблема климата виноваты люди, да, и дальше нет никаких рассуждений на этот счет, то безусловно это задание будет оцениваться как ноль. Но обратите внимание, безусловно мы должны для ребят эту конструкцию однозначно выстроить и показать. Собственная точка зрения из тех, которые присутствуют, как минимум два аргумента и наличие или отсутствие ошибок. Вот второй критерий, смотрите, критерий два к этому заданию, это географическая грамотность. Положительный балл выставляется только если критерий первый был представлен. То есть если ребенок написал грамотно, но не аргументировал свою точку зрения, за это он получает ноль, как и ноль за всю работу из трех возможностей. Итак, за задание 17 уменьшилось количество баллов до трех в отличие от прошлого года и оценивается только аргументация, два аргумента и географическая грамотность без обозначения проблемы. Ну это то, что написано сегодня в демоверсии, я думаю, так и будет оцениваться эта работа. Ну и последний разговор, очень короткий, я думаю, что как бы насыщенность нашего разговора достаточно большая. Если у вас есть вопросы по демоверсии, то вы можете их сейчас задать в чате, а я очень коротко порасскажу о том, какими пособия учебно-интечественного комплекса издательства «Легион» можно пользоваться для подготовки ребят в 11 классе. Ну, во-первых, конечно, это рабочая тетрадь по географии для 8-9 класса, работа с различными источниками информации. Там достаточно много заданий, которые вложатся в логику диагностической работы в 11 классе и с синаптической картой, и со статистическими источниками, в том числе и процент к предыдущему году и так дальше. Тем более, что, конечно же, в 8-9 класс они подзабыли и, может быть, некоторые задания из этих страдок будут для них интересны и актуальны, потому что там есть статистика, синаптическая карта, тексты, смысловое чтение, рассуждение, эссе, то есть все задания, которые из ВПР уже в 8-9 классе есть. Ну, конечно, их не надо покупать 11-классникам, я бы рекомендовала покупать их тем ребятам, которые сейчас в 8-9 классе используют для проведения практических работ. Тематический сборник для подготовки к ЕГЭ тоже может быть небесполезным, если вы хотите какие-то темы проверить, которые были давно пройдены. Ну и, конечно же, два специализированных пособия, пособия прошлого года и пособия этого года. В чем разница между ними? Ну, во-первых, в этом году уже 10 тренировочных вариантов, а не 5, как в прошлом. А во-вторых, пособия этого года полностью соответствуют структуре и, так скажем, критериям оценивания всероссийской проверочной работы в 2018 году. Если рассмотреть, чему мы учим и на что мы обращаем внимание, мы уже говорили об этом в прошлом году и сегодня, я об этом просто обозначу эту проблему, конечно, нужно учить работать с текстом, потому что заданий с текстом все больше и больше, и таких заданий больше как во всероссийской проверочной работе, так и в ЕГЭ, и мы ждем изменения ОГЭ к следующему году, наверняка они будут, связанные с тем, что наши дети, которые учатся по ВГОСу, выходят на итоговую аттестацию. Я, ну, больше чем уверена, не могу утверждать, я никак не отношусь к разработчикам, но я могу предположить о том, что такие задания, работы с текстом появятся и в диагностических инструментах для девятиклассников в ближайшем будущем. Поэтому обращать на этот вид деятельности внимания на уроках, мне кажется, является очевидным. Безусловно, когда мы говорим о работе с текстом, большое значение имеет образовательная ценность текста, если вы выбираете, подумаете, можно ли разработать к нему как минимум три задания, направленные на оценку разных групп умений, например, работать с картой, ну, вспомните, задание, которое есть во всероссийской проверочной работе, это задание 14, 15, 16. Один текст и три задания к нему. Где это находится, эта работа с картой, почему именно здесь, скорее всего, находится этот вопрос в тексте и почему так, а не иначе, там, где мы можем уже использовать географические знания, принципы размещения производства и другие аргументы, которые получаются, которых мы изучаем в курсе географии в основной и старшей школе. Если говорить о всероссийской проверочной работе, то задания 2, 6, 8, 10, 12, 14, 17 направлены на работу с текстом, на извлечение информации с текстом. Это большая доля, обратите на это внимание. Следующий вид умений, конечно, это работа с картами. Здесь я хочу обратить внимание, коллеги, при выборе карт, ну, во-первых, конечно, желательно, чтобы они были более актуальны, уже с новыми территориями, которые вошли в состав Российской Федерации. Я говорю о Республике Крым, городе федерального значения, Севастополе. А помимо этого, конечно же, обращайте внимание, что для поиска информации, например, положение того или другого города, не всегда очевидно в разных регионах положение того или другого города. Ну, если нефтьюганск, например, для ребят, проживающих в Сибири, очевиден его географическое положение, то для ребят Сахалина или Ростовской области, где находится нефтьюганск и как он относится относительно, ну, там, например, города Томска, не всегда очевидно, даже по широте. Поэтому, конечно, это нефтьюганск, конечно же, обращайте внимание, чтобы в атласах были в конце атласов географические, перечень географических объектов, географических названий, которые определял город, да, страницу атласа, где он обозначен, и квадрат, где можно его найти. Конечно, такие атласы помогут вашим детям. Это я говорю уже из своей практики, потому что в прошлом году мы прошли этот сюжет со всероссийской проверочной работой, и вот есть на что опереться, на что обратить внимание. Безусловно, работа с синоптической картой, ну, об этом мы говорили уже не раз, требует последовательного изучения всех условных знаков. Сначала, например, атмосферных вихрей, потом, например, изобарках, вот в случае, который у вас на слайде. Следующая это уже линии, показывающие прохождение теплого и холодного фронта, а уже потом только составление прогнозов погоды, то есть комплексное использование всех этих умений, или выбор того или другого прогноза, который является верным. Это уже как бы можно это делать только тогда, когда ребята очень хорошо используют навык обработки этой информации через условные знаки. Просто их нужно актуализировать, несмотря на то, что у каждого ребенка сегодня в смартфоне есть в том числе и гид-метео, прогноз погоды и так дальше. Все-таки понимание того, что несет циклона, что несет антициклон, оказывается очень небесполезно в практической жизни взрослых людей из России, ну и наших школьников и выпускников. Поэтому, мне кажется, на это нужно обращать внимание. Это очень важные знания. Ну и последнее – это статистика. Мы уже говорили о том, что задания со статистическими материалами выявили затруднения выпускников. Смотрите, 9 и 13 – это те задания, которые хуже всего были выполнены нашими выпускниками в прошлом году. Ну, по крайней мере, по статистике, которую мы получили. Безусловно, этот метод очень важный, тем более он используется в разных профессиях. Статистический метод обработки информации. И никто лучше, чем Николай Николаевич Баранский, на мой взгляд, не разработал методику работы со статистикой. У меня у детей эта инструкция висит на слайде всегда или на доске, потому что, на мой взгляд, она уникальна и актуальна. Во-первых, прочесть заголовок. Во-вторых, прочесть единицу измерения, когда мы работаем со статистикой. И прежде чем анализировать, вот эти две вещи мы читаем и проговариваем. И только потом мы читаем заголовки строчек и граф. А дальше читаем по строчкам, учимся читать по строчкам. То есть речевым способом воспроизводим информацию, а потом по графам. И только потом мы делаем выводы. Вы знаете, когда вы научаете ребят использовать слогу, просто вот мы берем статистическую таблицу любого формата. Я сначала говорю, и так о чем? Что, как назвать? Потом единица измерения. Потом мы соотносим. Это единица измерения, абсолютная или относительная? Абсолютная – это натуральная единица. Тонны, килограммы, метры квадратные. Условно натуральные. Да, стоимостные могут быть. Или это все-таки относительные единицы. Промиле, проценты, доли. И в зависимости от того, какая это величина, мы уже используем ту или другую логику чтения. Когда мы всякий раз при обращении к любому статистическому источнику будем выстраивать логику его чтения по методике Николая Николаевича Баранского, я уверена, что девятое задание наши выпускники будут выполнять более успешно. И только потом, кстати, это очень важно, формируя речевую коммуникацию, переводя из абсолютных величин в относительные. Читаем сначала по строчкам, с округлением цифр, что же здесь за информация дана, а потом по графам. И только когда мы артикулируем все содержание таблицы в словесной форме, мы уже можем к ней приступать. Мне кажется, такой метод позволит нашим детям более успешно справляться с заданиями статистиками, которые на сегодняшний день, ну вот как показывает прошлый год, были наиболее затруднительными для ребят. Но если использовать наши пособия, то здесь даже есть переводы. Мы сначала учим ребят анализировать относительные, абсолютные величины, простите, потом рассчитывать относительные величины своими же руками и потом их сравнивать. Я уверена, что когда вы сначала почитали абсолютную величину, потом ее рассчитали в относительном значении, в вашем день обстанет гораздо легче выполнять задания любой диагностической работы и вашей в том числе, которую вы наверняка разрабатываете для диагностики успешности, освоения того или другого курса. Ну что касается других элементов, здесь конечно есть еще и карманные справочники, где есть такая очень в маленьком виде, но очень большой сбор географической информации, фактического знания, которое ребята с удовольствием используют в качестве, ну вот такой шпаргалки, ну или по крайней мере материала, который можно почитать и что-то вспомнить для себя. О пособиях для 8-9 класса практикуме работы с источниками информации я уже сегодня говорила, о тематических тестах тоже. И конечно же те пособия, которые мы делаем в 2018 году, те алгоритмы, которые я сейчас проговорила вам вслух, описаны в пособии 2018 года, там содержится 10 тренировочных вариантов, и я уверена, что знакомство с ними поможет вашим ребятам быть по крайней мере готовыми и понимать ту работу, которая им предстоит. Я буду рада, если эти пособия вам помогут и будут интересны вашим ребятам. Если у вас есть вопросы, я с радостью на них отвечу. Перед вами зрителям, если у вас есть вопросы, то мы расскажем, что в-чем скажите, пожалуйста, в-чем диаграфе в 6-м класс является ПОДПИШИСЬ! согласовываясь с региональными образованиями, которые проводят эти диагнозы. К сожалению, это все менеджменты, это все менеджменты, никто не хочет сказать, что нет. Точно так же, как в вашей образовательной программе школы, в современном учебном плане рекомендации, где были среди учебного проекта в начале. ...показывающиеся, в истории, специфики, газеты, обучения, экономики, здравоохранения, ее стабилотографии и стабилотографии. Жили в универсальном видео как не, но в 600- certificate у нас только, так сказать, апробация. Ни в коем случае никакая не, апробация. Ни в коем случае никакая не. Анна Борисовна, у нас сейчас задается вопрос, насколько результаты УПР будут влиять на итоговое. Я уже поговорила, это все в вашей конференции, как написано в вашей оборудовании, в вашей оборудовании, в вашей оборудовании, в отделе мониторинга образовательного решения. ВПР, в какой раз, по плане, на лица, в ваших образовательных правах? Нет. Если вы в экономическом советах, сняйте в экономическом советах, сняйте и держите. Давайте по географии учиться. Напишите это в своем документе и будете учить. Если вы в своем документе этого не прописываете, вы можете не учить. Вы можете ее в рабочий программ. Но, еще раз повторяю, для реализации нет. Ориентировать, я думаю, что это важный или не важный. Вы должны решать сами, как это вам нужно. Главное, чтобы она стала в медиации, должны, и область, и в этот инструмент, и в этом году, в проказовательную программу школы в части мониторинга образовательных решения. И выполнить вставление и вставление. Если вы этого не вносите, вы можете... А вот что с атласами в шестом классе? В шестом классе в димоверсе адласов нет. В том классе в димоверстве, а в автобусе вниз. В том классе в димоверстве, а в автобусе вниз. В том классе в димоверстве, а в автобусе вниз. В том классе в димоверстве, а в автобусе вниз. В том классе в димоверстве, а в автобусе вниз. В том классе в димоверстве, а в автобусе вниз. В том классе в димоверстве, а в автобусе вниз. В том классе в димоверстве, а в автобусе вниз. В том классе в димоверстве, а в автобусе вниз.